Мы с вами сегодня поговорим про поддержку, про нашу самооценку в связи с поддержкой, да, с откуда нам ее брать, есть ли у нас люди, которые нас поддерживают, можем ли мы быть поддержкой для кого-то. Правда ведь, да, что нам хочется каждый из нас ощущать себя любимой, нужной, да, уверенной в себе и вот уверенной в том, что мы любимы, в том, что мы нужны, в том, что мы интересны. И у нас, у каждой из нас внутри всегда есть такой голос в голове, как бы, ну, и мы думаем, что это наше самоотношение, это наша самооценка, то есть как мы сами себя вот оцениваем, мы что-то про себя думаем, да, то есть у нас есть такой, как бы, шарик, я не знаю, как это назвать, да, Что-то мы про себя думаем. То есть мы считаем себя какими-то. Кто-то из нас думает, что она красивая. А кто-то думает, что не очень. Кто-то относится к себе как к талантливой. А кто-то как руки не с того места растут. И вы знаете, иногда это мало связано с объективной реальностью. У меня очень много есть клиентов, которые очень красивые. Вот так вот посмотришь прямо с обложки. При этом у них есть неуверенность или сомнение по поводу внешности и собственной привлекательности. То есть очень часто вот эта внутренняя картинка сильно отличается от реальной. Был такой опыт психологами сделан. Когда людей, которые не очень уверены в себе, просили составить свой фоторобот. То есть они себя описывали, то есть какая я, как им кажется, я выгляжу, какие меня видят остальные люди. И люди просто описывали. Там нос такой-то, там глаза такие-то. Общее впечатление такое. И вот портретист сделал портрет вот этот. И потом точно так же просили описать сторонних людей вот этого человека так, чтобы можно было узнать. И что вы думаете? Когда два портрета положили вместе, разница была очень большая. То есть то, как видят окружающие люди, было гораздо более привлекательный образ, чем то, как человек сам себя вот описывал. Какой мы отсюда можем сделать вывод, да? Что мы же можем искажать, да? Мы же можем искажать и давать себе меньше шансов, да? Верить в себя меньше, чем мы на самом деле стоим того. И вот тут вот эта тема поддержки, понимаете? А кто скажет, слушай, да ты гораздо красивее. А кто скажет, боже мой, да ты талантлива, ты такие посты пишешь. А кто скажет, боже мой, да ты же очень сильная. Посмотри, как ты с этим справилась, с этим справилась. Вот кто эти, кто-то, кто вот в момент слабости, в момент переживаний, да, в момент потери, не знаю, контакта с собственной силой, нам даст вот эту вот обратную связь, да? Ну, кто это вообще в принципе может быть? Кто это может быть? Это могут быть родители, да? А кому-то повезло, и у них поддерживающие родители, да? То есть, когда ребенка знают с детства, да, собственно говоря, да, то и в него верят, то вот родители как раз могут быть тем островом таким, да, и дай нам Бог, чтобы мы в своих семьях были таким островом для наших детей. Это может быть, конечно же, собственная семья, то есть это муж или партнер, с кем у вас есть вот отношения, да? Да, и, казалось бы, да, то есть вот этот человек, она знает долго, ну, или какой-то период времени, и знает глубоко, ну, предполагается, что глубже, чем все вот остальные, да? И вполне логично, как казалось бы, да, что муж и жена должны быть друг к другу поддержкой. Но вот по факту, да, я, собственно говоря, в практике с этим сталкиваюсь, что часто ко мне люди приходят, потому что поговорить не с кем, и потому что есть какие-то темы, которые не могут обсудить с мужем, да? И всегда, знаете, очень здорово, когда получается как бы развернуть, и вдруг через какое-то количество времени женщина понимает, видит, что, боже мой, оказывается, муж мой тоже может быть поддержкой, что мы с ним просто не умеем разговаривать, что я и не говорила ему о своих сомнениях, я не просила его вот о поддержке, да? И вот это, понимаете, такое получается, что вроде как люди вокруг нас есть, такое-такое встречается, да? Вроде как люди вокруг нас есть, а не все являются поддержкой. И вы знаете, тут вспоминается, на самом деле, Таталстой с этим своим выражением, да, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные несчастливы по-своему. И вот на самом деле поддержка одна из таких ключевых, наверное, штук, которая объединяет все семьи, которые действительно гармоничны, где есть любовь и понимание. То есть люди друг друга поддерживают. И тут, конечно, очень важно доверие и открытость, да? То есть я же, когда обращаюсь за поддержкой, я же должна открыться, да? То есть я же должна спросить, слушай, а что ты правда думаешь? А как ты думаешь, у меня получится? А как ты видишь, я талантлива, да? И тут получается, что есть такая вот тут уязвимость. То есть я открываюсь, знаете, как вот у ежика, да? Вот у ежика такое пузико нежное, да, мягкое. И, конечно, кто-то из нас боится этого, понимаете? И получается, что мы попрячемся, вот это пузико прячем, да, у нас есть иголки, и мы как-то сами про себя что-то решаем. И, как правило, можем решать их не в свою пользу, понимаете? Сказать, что нет, все-таки я не способна, нет, я не талантлива. Вон есть куча всяких людей вокруг меня, других талантливых, да? И круто, если найдется человек, который, вот не знаю, увидит это, заметит это. Может быть, какой-то коллега по работе, может быть, у кого-то были талантливые руководители, которые дали старт такой, да? Но, конечно же, все-таки самое ближайшее такое окружение, это самый такой туточный путь. То есть семья, родители, если есть такая возможность, друзья, да, друзья, то есть друзья могут быть по поддержке вот истинной такой, да, как бы поворачивая вам и давая ту картину, которая истинная. Прямо сейчас под этим видео есть ссылка, переходите и скачивайте мою книгу, она бесплатная, книга «Отношения с мужчинами. Собери свои пазлы». Когда вы прочтете вот эту книгу, у вас соберется общая картина ваших отношений с мужчиной, и вам будет все ясно и понятно. Прямо сейчас.